Музыка Зона рискованного земледелия В теплице даже под томаты места мало Но находятся люди Среди них валили кстатин и железов Которые умудряются выращивать в теплице Персики Олег Снатинович, зачем? Во-первых Персики, которые мы покупаем Они завалены Вся Сибирь, вплоть до сельских лавочек Все это есть Но все это отравлено А свои Надо еще смочь вырастить В открытом грунте в Сибири Практически не растут Мы с вами, когда 5 лет назад снимали Мои вот такие вот Все увешаны персиками Он сейчас уже подыхает На нем еще пержики висят Мы прошли мимо Вот На этом его карьера закончилась Ну, наелись от души Ну, коротко Ну, 10 лет и нету А в теплице Он может быть Это субтропики Но теплица Не каждая Открывают страшную тайну Все вот эти Как их поликарбонатные называются? Я забыл Круглые сферические теплицы Да У них есть страшный недостаток Такое впечатление сэкономили На том, на чем нельзя экономить Я посмотрел рекламу Одну, вторую, десятую Выбор богатейший Покупают Ни одной форточки Вот это самое страшное И она становится Рассадником болезни Круглая горячая теплица Теплица должна быть высокая С высокой крышей Ну, само собой Само собой А как же воздух-то откуда? То есть, вот эта конфигурация Домиком, вы считаете? А мне повезло Потому что, пусть и я это строил Но это идеальная форма 18 форточек Плюс дверь с разбитыми стеклами И что получается? Зимой вон градусник Куда он делся? Ну, не важно Ну, ладно Короче, градусник И самое в лютое морозе Он показывал С открытым форточком На 3 градуса теплее всего Хватило, чтобы они не замерзли Так вы зимой здесь снег не накидываете? Только при посадке И первый год Первый год Да, это есть У меня фотографии есть Это как часть Они у вас зимуют В теплице Под открытой землей Не укрытые снегом Со второго года уже без снега Дальше Значит, здесь фактически созданы субтропики Но важнейший момент Вот, наверное, видно на съемке Что они болтун Полностью открытые Заглядите за себя Одна Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Все И создается сквозняк Так Раз И теперь здесь Найдите мне То, что является бичом Курчавость Найдите мне Манилию Найдите мне Паршу Да что угодно найдите Ну, пожалуйста Ну, один листик Нет, ничего Если вы найдете один листик То подправлю что Сказать почему Все отлично Почему одно Один листик Сейчас скажите А, попался один листик Вот он А сказать почему Это я с него черенки брал Глядите Да, это не болезнь На прививку Один черенок Второй черенок И вот это только потому Что она возле раны Вот Ну и мы видим Ну и мы видим На сегодняшний день Это 30 июля 2020 На сегодняшний день Мы видим Это 30 июля 2022 год Персики Размером Ну С мелкое Куриное яйцо Уже Наросли Когда они созреют Ну, еще месяц 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 А что Куда спешить Сейчас только июль То есть теплица Нам позволяет Сделать забег На месяц вперед И еще примерно На месяц Продолжить вегетацию Для того, чтобы Полностью вызрела древесина То есть зима вызреет Почему? Потому что здесь Весна раньше И осень позже Заканчивается Вызревает Ну, в наших глазах Видите, трехлетка Теперь так Трехлетка? Да, а чем? Посаженные семена Саженцы? А это семечка Вон тот Прививка Вон Смотрите В крону Вон они Это разные вещи Но это долго рассказывают А сейчас смотрите Кандауров Ханты-Мансийский Приполярный округ Мои персики И, пожалуйста Их телевидение Вот В Канты-Мансийске Совершено чудо Кандауров И дальше идет Рассказ о нем А я сижу И балдею Вот А там То есть Вся Сибирь может Вся Сибирь может Вывод Вся Сибирь может Выращивать В теплицах Но Не вот этих вот Душегубках Без порчик А такого типа А в высоких Теплицах Гаражного типа И два десятка портичек Извините Без порчек Ничего не будет Другой момент Тепловые подушки Что это такое? Ну Можно сходить Время и не ходить Там растет Такой же персик С одной стороны Северная Стена Пойдем Продолжение сюжета Из теплицы Рассказываем Про тепловые подушки Итак Валерий Костанович А вот это Самая тепловая подушка Я так понимаю Про которую Вы и говорили Что она из себя Представляет Что такое Тепловая подушка Так Мы с вами Первое Обругали теплицу Стандартную Без портичек Второе Показали персики С портичками Там они А третий тип Это уже не теплица А близко Просто микрозона Микроклимат Конкретно С севера Высокий забор С востока Высокий забор С запада Не просто дом Отапливаемый дом И с юга Солнечное Назовем излучение С юга И здесь Отсюда Где мы стоим Плохо видно Раз Два Три Четыре Пирсики Я вам плоды Показал То есть получается Вот такое Вот Да Ограждение Микрозона Микрозона Да То есть В принципе Мы можем спокойно Сформировать Эту микрозону Самостоятельно У себя на участке Совершенно просто Да Красноярске Томске Омске Новосибирске Обязательно иметь Одну отапливаемую сторону Или не важно Нет Хотелось бы иметь Почему Потому что Люди Кто живет На земле Отапливают дома А почему тепло Должно Уходить В небо А вы знаете Это знаменитое выражение Которое Сказал богатый человек В своем услуге Джон Закрой окна Я не собираюсь Что Я не собираюсь Отапливать всю вселенную А почему мы отапливаем Почему дом Не может На несколько градусов Поднять температуру Там где Микрозона То есть Тепло Валерий Константинович Я даже поделюсь здесь Своим наблюдением Дом Теплица Теплица От теплицы Поликарбонатной Тепло От теплицы Поликарбонатной Свет Поликарбонат Отражает В результате у нас Получается Прекрасная микрозона В которой Замечательно плывается Ну в данном случае В моем случае Арбузы Ну арбузы Но персики Это круче Давайте А персики Это еще круче Поэтому Друзья Каждый из нас Имеет возможность Создать Эту самую микрозону Которая будет На участке Реально Спасением И панацеей От неврожая Спасибо Валерий Константинович Пожалуйста Что такое Камень Камень течения На косточках И вообще Признак чего И вообще Признаком чего Это явление является Так В народе Это называется Живица Так Собирается Тонными Специалистами Используется В медицине Циндейшее Вещество Сделанное Самим деревом А в садоводстве Именно Она называется Камедь Вот Значит Если мы Вот так вот Просто подойти Любой человек Непредвзятый Да просто средний Если подойдет Та же Как я когда-то Подошел Сказал Ой надо же Вот здесь вот Наверняка Попал сюда Мороз Согласны? А это место Получилось Заморожено Это Морозобоено И вторая Смотрите Не случайно Вот тут-то Нету А здесь Есть Это значит Что? Значит Нарушение Вот это Привело К тому Что здесь Образалось Тоже Морозобойно И Герево Это Сибирь Жуткие морозы Вот Получилось Что она Полностью Эту рану Заклеила И здесь тоже И казалось Бы На этом Надо закончить Ну вы спросили Я ответил Но случилась Страшная вещь Вот хорошо Что вы сказали Мы для этого И живем Случилась Страшная вещь Самая Даже В литературе Которая Подписана Кандидатами Докторами наук В статьях В фильмах Это Ей присвоили Звание Унистрожителей Комедии Унистрожителей Дерев Вот Обзывает Самыми последними Словами Страшными Требует Взять Острый нож Цитирую Вырезать С мясом Заметьте Раны нет Вырезать С мясом Представьте себе Потом замазать Начинается И в 21 веке В 21 году А я же еще Свои провожу Эти самые Лекции Я показывал Крупнейшее Издание Крупнейший Специалист Что пишет Мы это Вырежем Мы это Вырежем Вот Что в итоге Делать с каменью Если Ничего не делать А то что Советуют Совет такой Старый 19 века Значит Взять Щавель Намазать Взять Щавель Кислоту А потом Держитесь Свежее Коровье Дерьмо Ненависть Вот А дальше Требуется Уничтожить Дерево Таким путем То есть По вашему Все таки Стоит Как есть Так и оставить Дерево Само себя Излечиваю Да И я скажу Общую фразу У меня Сотни Этих самых Таких выражений Я их называю Постулатами Вот Одно из них Вообще Такое Естественные раны Дерево Лечит само Помогая ему Лечить Типа вырезал И замазал Деревом Мы только Ухудшаем Ухудшаем Ухудшаем